И мы продолжаем наш информационный час. Пожалуй, самой обсуждаемой новостью на этой неделе стал уход прокурора республики Кафеля Амирова на заслуженный отдых. Его преемником на этой должности стал уже экс-прокурор города Ильдус Нафиков. Вот с ним мы сегодня и поговорим о том, что ждет прокуратура в ближайшее время. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хотелось бы поздравить вас с назначением. Ну и конечно задать первый вопрос, который задают в таких ситуациях. Какие у вас планы, какие первые шаги будете делать на посту прокурора республики? Прежде чем сказать о планах, я хотел бы сказать о прекрасном человеке, на смену которому я пришел, наступил на должность. Это мой руководитель, учитель долгие годы прокурора республики Амиров Кафельев-Хразевич. Все-таки вся общество Татарстана его знает как прекрасного, эрудированного, сильного человека. Он сохранил ту преемственность в прокуратуре республики Татарстан, которая у нас была еще со времен Софи Ханха и Булыча-Нафиева. Кафельев-Хразевич Амиров еще больше приумножил. Я сейчас доверил в мои руки такой прекрасный, ну сильный, слаженный коллектив работающий. Как бы я не должен подвести вот те традиции, которые в нашей прокуратуре сложились, стараться улучшить и не подвести доверие генерального прокурора и президента республики Татарстана. Поэтому ноши, конечно, огромные. Теперь отвечая на ваш вопрос, то, что говорится о планах, планы, ну задачи прокуратуры, они определены в федеральном законе о прокуратуре в связи с федерацией. Можно говорить только о приоритетах, может быть, да. Конечно же, все то, что лучше было наработано, мы постараемся сохранить и применить. Ну а так, цели, которые вот вижу перед собой на первом месте, все-таки правозащитная цель деятельности прокуратуры, она должна преобладать. Защита прав простого человека. Простой человек это 80% нашего населения, потому что 10% олигархи, они и так себя смогут защитить, раз золотой унитаз приобрели. Их, может быть, надо защищать, но и в такой степени, лишь бы честно было заработано. 10% если те, кто не хотят работать, ну с ними надо по-другому как-то разговаривать, чтобы призвать к ответу нарушителей и так далее, так далее. 80% это правомерное, послушное, законопослушное население, средний класс, наши простые люди, жители гаража, на защиту прав которых мы должны сосредоточить свои усилия. А это что означает? Человек должен где-то жить, он должен есть крышу над головой, ему должны быть нормальные бытовые жилища, коммунальные услуги, в том числе условия быть созданы. Он должен есть где-то работу, там трудовые права не должны нарушаться. Он должен нормально передвигаться, транспортное обслуживание должно работать нормально. То есть вся сфера жизнедеятельности человека, которая регулируется, регламентируется законами, те права, которые он имеет, они должны быть защищены, они должны преобладать. Это первая задача. Вторая задача, это учитывая того, что наша республика, первая в Российской Федерации, пожалуй, я бы сказал, является прорывной республикой, которая принимает различные прорывные программы. И действительно, на примере республики вся Россия может реализоваться в экономике, в социальной, политической сферах жизни. Средствами прокурорского надзора мы должны поддержать вот эти экономические процессы, которые происходят в нашей республике, чтобы действительно было экономическое процветание. Это уже основа для нормальной жизни человека. Если мы, на примере Татарстана, сможем это сделать, и я как прокурор с нашим коллективом смогу это обеспечить, это, я считаю, будет все-таки большое дело. А экономическая история показывает, что развивается мир не просто большими фронтами, а именно точечными развитием отдельных регионов. И вот наш Татарстан уже много сделано нашим и первым президентом республики Татарстана, Миттимир Шарапши Шамил. И ныне действующим президентом Рустановым Галевичем, Миниханом. Это вообще действующий мотор и нашей политики, экономики, и оба они. И многое будет сделано. Вот здесь мы должны поддержать. Вторая задача. Третья задача. Это вот эти первые две задачи, которые я сказал, они должны быть обеспечены условиями безопасности и правопорядка. То, что наш человек ничего не боялся. Не боялся реализовать себя и в жизни социальной, и в экономике не боялся реализовывать. Это должна быть, значит, борьба и с организованной преступностью, чтобы с преступным миром не поднимал голову. И с терроризмом, и с экстремизмом, чтобы разные сомнистенные элементы не мешали нашим людям нормально жить. И с коррупцией, которая вяжет по путам наших предпринимателей, мешает им нормально предпринимательски развиваться, предпринимательски мыслить. То есть бюрократизм, волокита, это вот третья составляющая. Есть вот три задачи, я повторю, защита прав человека, защита экономической структуры нашего общества. И третья, защита людей от любого произвола, преступного и экстремистского и прочего. Если мы эти задачи сможем на уровне прокуратуры обеспечить решение задач, не только силной самой прокуратуры, но и через координацию деятельности всех правоохранительных органов. Потому что прокурор является координатором правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью и наведении правопорядка и защите законности. Если мы сумеем все это решить, то я буду чувствовать, что мне удается оправдать то доверие, которое мне оказано. А, конечно, если есть какой-то такой, я бы не сказал, страх, а опасение, боязнь, только в том, чтобы вот это доверие, груз ответственности, который, конечно, огромный, его выдержать, не подвести. Потому что все равно всегда остается мысль о передном назначении. А не ошиблись ли вышестоящие руководители, а тот ли я человек, а позволяет ли мой уровень компетентности, не достиг ли я вот этого потолкания компетентности, могу ли я реализовать задачи. Поэтому все силы, конечно, приложу, чтобы вот эти задачи были выполнены. Вы уже коснулись темы преемственности, и Кафель Фокразеевич говорил о том, что он все продумал и подготовил преемника после себя. Насколько, по вашему мнению, уместна такая политика в нынешнее время? Ведь преемственность, это, смотря кто как понимает, можно понимать понятие преемственности искаженных. Можно понимать, что как бы просто ничто не изменится, все осталось по-прежнему и движения вперед нет. И как будто какая-то есть налет какой-то кумовства или чего-то, это негативное восприятие, отрицательное восприятие. На самом деле преемственность несет, слово преемственность несет в большинство людей, и в науке, и в науке, и в сознании понимается, как позитивный момент. Если что-то положительное достигнуто, оно должно быть приумножено. То, что плохое, мы должны сделать вывод, что, допустим, мы что-то не смогли достичь, и надо пересмотреть, перестроить. Но то, что позитивно, зачем мы должны отказываться? Вообще наша страна во многом страдала от того, что каждый новый руководитель приходил и критиковал предыдущего. Все это нарушалось, принцип преемственности. А кому было от этого лучше? Только разруха одна. Поэтому преемственность, на самом деле, это не такое плохое качество. Другое дело, нельзя застывать. На одном месте надо то, что было наработано, развивать дальше. Поэтому в этом плане, тем более, когда у меня такие учителя мощные, как можно отказаться от этого наследства, наработанных технологий, наработанных идей? Это надо только принимать и продолжать дело. Если я окажусь преемником, и когда кто-то скажет, да, я преемник его по этим идеям или по действиям, я буду только рад. Означает ли это, что прокуратуру ждет только сохранение традиций или будут какие-то все-таки глобальные изменения? Вы знаете, традиция, это вещь такая, традиция и традиционные ценности, вещь такая, что они должны быть вечными, постоянные, если мы говорим о традициях. Потому что это принципы, на которых покоится все. А вот уже какие-то процедуры, новые технологии, какие-то формы работы, это надо приумножать. Потому что, если мы говорим о традиционных ценностях, это человечность, здоровое отношение между людьми, уважение друг к другу, стремление к достижению результата позитивного. Это все должно сохраняться. А все остальное, в частности, там уже, конечно, каждый творит уже, исходя из своих представлений, как можно более эффективно выполнить вот эти задачи. Какие уголовные дела у вас первыми попали к вам на стол? Какие стоят первые на очереди, на рассмотрении, то, что вам передали? Над чем сейчас работаете? Мы над всем работаем. Мы сейчас расследуем, не расследуем, мы сейчас не расследуем. Прокуратура осуществляет надзор, потому что в 2007 году Следственный комитет выделили из рядов прокуратуры. Но осуществляя надзор, мы как бы пассивно не взираем эти процессы. Я уже сказал, что прокурору возложена роль координатора борьбы с преступностью, координатора борьбы с преступностью. И вот сейчас, в первую очередь, мы сосредоточили усилия по надзору за делами экстремистского характера, по организации незаконной миграции. Вот недавно возбудили дело, на одном адресе было зарегистрировано 392 человека. Возможно, угол дело по незаконной миграции, по иску прокурора республики судом, вахидским судом, признано бездействие федеральной миграционной службы. Обязали устранить, снять этих людей с учета. Но мы пойдем дальше, будем требовать, кто из должностных лиц, кто на этом участке работы находился, почему он допустил такое, что он не видел, что 392 человека зарегистрированы в одной квартире. И по каждой такой вещи мы будем находиться до конца. За любым преступлением мы будем искать след должностных лиц. которые способствовали или сделали возможным такое серьезное нарушение. Не обязательно в миграционной сфере. Это может быть и в экономике, и в растрате денег и средств, и в сфере должностных правоотношений. Мы обязательно будем оценивать роль тех должностных лиц, которые были обязаны предпринимать меры, но бездействовали, либо сознательно способствовали. И будем давать оценку. То есть на это тоже будем нацеливать. Конечно же, это тоже будет одно из ключевых направлений в работе. Какой опыт из бытности прокурором города вы постараетесь перенять теперь уже на посту прокурора республики? Знаете, вообще любой опыт, тем более опыт работы на земле, он полезен. И как бы поднимаясь с места, с уровня города, ты приносишь какую-то свежую информацию. Информация же каждый раз меняется, каждый раз новая. Вот как бы внизу видны какие-то проблемы по другим ракурсам. И вот тот опыт, который нарабатываешь, видишь, конечно же приносишь что-то новое. Я единственное боюсь, чтобы мне самому не оторваться от той информации, которую я всегда, находясь в городе, в районе, оперативно получал, знал, был в курсе всего. Как бы не бюрократиться, не оторваться от той базы фактической и принимать в соответствии с этим правильное, адекватное своевременное решение. Вот я над этим буду думать, чтобы мне прямую связь не потерять с местами, с районными прокурорами, с средовыми сотрудниками, чтобы оперативно все-таки действовать. Нет, я совмещать, конечно, не буду работать прокурору республики, прокурору города. Прокурор города действительно будет подобран и назначен. Мы сейчас думаем, пока надо эти вопросы, кого предложить. Генеральный прокурор поспешных решений кадровых не будем делать. Каждый шаг будет делан обдуманно. Должна быть стабильность и обдуманное решение. Постараться вникать и получать информацию в свое время с мест, сбыть в курсе всего, какую-то прямая и обратная связь про рядового сотрудника, она у нас будет построена. И вот когда я сказал, что надо обдуманно поступать, я хочу напомнить, что юриспруденция, как практическое применение права, она содержит как бы два корня. Юрис – это юстиция, и пруденция – это мудрость. Вот юстиция – это древние эпические божества. Юстиция – божество справедливости, которое в правой руке держит меч, в левой руке весы, как символ справедливости. И меч – это как возможность кары, воздаяния в соответствии с мерой. То, что тот или иной человек-нарушитель заслужил. А пруденция, в отличие от юстиции, это означает богиня мудрости. Потому что закон надо применять с мудростью. Вот она в правой руке держит скипетр, символ власти, а в левой руке – увеличительное стекло, от которого ничто не укроется. То есть каждый факт надо рассматривать через лупу, оценить, глубже вникать. И означает это то, что власть надо применять с осторожностью. Скипетр – это власть, лупы – это мудрость. Поэтому закон, он тоже должен применяться. Потому что много бывает противоречий закону, много разочтений. Когда применяешь закон, надо не по боку применять, а по духу, по человеческому духу. Вот его наценивают через позиции мудрости. И, во-первых, исходить из-за того, что под любым законом должно быть моральное основание. Только тогда этот закон становится правым. И при применении закона подходить с точки зрения здравого смысла. Как будете выстраивать отношения с другими силовыми структурами? Потому что не секрет, что иногда бывают сложности. Сложностей никаких нет. Потому что законом определено, что деятельность правоохранительственного органа должна быть скоординирована. Они не должны работать, как лебедь, рак и щука. Иначе это не на пользу общему телу. Ведомственные раздраи никому не нужны. У нас традиционно всегда и в Татарстане дружно работали все правоохранительственные органы. И на уровне городов, и на уровне районов, и на уровне республики Татарстан. Это обеспечивается во многом благодаря роли прокурора как координатора правоохранительственной деятельности. Эту роль, соответственно, закон буду исполнять. И буду всю работу строить, чтобы все правоохранительственные органы дружно работали на достижение единого результата. Но не в ущерб правосудию. Чтобы в то же время не пострадали права человека. Кафиль Фахразевич очень яркий человек. Очень открыт был по отношению к журналистам. Всегда проводил пресс-конференции. И вообще очень такое пристальное внимание к нему было со стороны прессы. Вы будете продолжать эту традицию? То есть вы тоже будете открыты к СМИ? Я несколько утилитарный человек. Приземленный, может быть. Если мне, как прокурору республики, как для достижения своих целей, торжества законности будет выгодно обращаться к прессе, я это буду делать. Если это будет вредить, то не буду делать. Конечно, я открыт для общества, для людей, для вас. Пожалуйста, все проблемы, когда обсуждается, они находят правильное решение. Какие-то хобби у вас есть? Потому что у экс-прокурора республики было много хобби. И за всеми следили, вы как-то будете баловать нас мемуарами, фотографиями, может быть? Знаете, мое хобби – это не постоянство моего хобби. Потому что каждый год, а у меня даже задача такая стоит, каждый год я должен овладеть каким-то новым или видом спорта, или видом искусства. Как бы у меня по жизни. На гитаре играл, там учился как-то на фортепиано играть. Занимался самбо, каратэ, кикбоксингом. Какой-то год учился на горных лыжах ездить. На следующий год на сноуборде, на роликах, на скейтборде пытался, даже ногу сломал. На велосипеде. Сейчас купил одноколесный велосипед. На следующий год буду учиться ездить. Сейчас лето прошло. Буду учиться ездить на одноколесном велосипеде. По городу пешие прогулки. Это верно. А еще вопрос у меня такой был. Еще мечта – научиться играть на саксофоне. Но это, видимо, на последующий какой-то год. К концу карьеры. Иначе он, Билл Клинтон, сыграл на саксофоне. Какие-то последствия. Это уже к концу карьеры. На пенсии. К назначению. Какой-то, может быть, самый важный, самый мудрый совет Кофиль Фахразевич вам дал? Кофиль Фахразевич дал мне очень много мудрых советов. Самый главный мудрый совет – это бережно, внимательно относиться ко всем людям. И с кем работаешь, и кто к тебе приходит на прием, и с кем ты общаешься. Если ты уважительно относишься к людям, то никаких проблем не возникает. Он обещал следить за вашей работой? Посматривать, может ли, советы давать? Не следить. Он обещал всемирную поддержку. Если понадобится какой-то совет, трудная ситуация, он всегда сказал, что открыт для этого. И я рассчитываю, что всегда могу обратиться, если будут сложные ситуации, всегда получить какую-то рекомендацию или правильное решение этого или иного вопроса. Я ведь не семи пятей во лбу. Я могу и ошибаться, могу находить неправильный путь. И в моей практике было много ошибок тоже. Я тоже где-то спотыкался, где-то в тупик уперался, где-то проигрывал, какие-то процессы проигрывал. Но все-таки мне в большинстве случаев удавалось добиться торжества законности. И если где-то такие трудные ситуации будут находиться, где мне трудно будет найти и правовое, и политическое, и чистое человеческое решение, конечно, я знаю, на кого могу рассчитывать. А признайтесь честно, волнение есть перед тем, как вступить на новую работу? Как перед тем, как вступить? Я же уже вступил. Я же с 26 числа вступил. Это уже не перед тем, а после того, наверное. А у вас только начинается вот этот путь прокурора республики? Волнение было, знаете, когда я шел на утверждение в Государственный Совет, на утверждение к президенту. Сам процесс назначения, да, потому что переходный момент, вроде бы, и с прокуратуры города, как бы уже пришел сюда. И здесь еще утверждение, это волнение, а что будет, справлюсь, не справлюсь. А когда назначили, тут уже некогда было волноваться. Тут сразу свалилась куча вопросов, проблем, сразу я включился в работу, закрутился. В общем, некогда думать о каких-то постановых вещах. Надо работать. Мы желаем вам только сил, успехов на новом поприще, если это можно так назвать, конечно. Спасибо большое. И всего вам самого хорошего. Спасибо большое за интервью. А мы продолжаем наш информационный час. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.